еще раз всем привет на канале николавр доктор или квадро я заново пустил запись оказалось не так просто найти где остановился но тем не менее вот оно все поехали без дальнейших промедлений малакат георгический принц проклятий но георгий не поклоняются ну блин они весь не сейчас что ты творишь на все было так хорошо и просто они все прогрузилась в общем вот да здесь остановился в прошлый раз так что продолжим наше увлекательнейшее путешествие в поисках поисках этого самого алтаря который должен помочь нам с выбором класса мы уже успели убить несколько человек взять кое-какие припасы и неудачно попытаться освободить узников что там происходит все это интересное судя по всему я думаю она говорит правду куда я не пойду идите отсюда пока я вам не наваляло у нее нет шрама да мы ищем одну женщину не местную она редко как и мы скорее всего она скрывается в айтране но мы применяем и другие места не меняли вы ищите мы ошиблись иди своей дорогой пока твой язык не довел тебя до беды да диалоги тут конечно может и не такие примитивные как в другой известной игре но они довольно минималистичные очень часто можно только какой-то один или два вопроса задать ну я полагаю они решили что мы не за диалоги любим рпг возможно в отношении каких-то людей не правы ведь радует что фактор ее мое меня постоянно убивают в этой игре снижен так кто-то хочет повеселиться где вы иногда инфинктивно хочется нажать ей чтобы рассмотреть с кем же столкнулся но такой возможности нет к сожалению вот если в любом случае у нас это на меня первой напала дура вот золото золото всегда хорошо железный кинжал охотничий лук меховые ботинки давай ботинки тоже так аккуратно сохранился надо пойти и убить вторую лучницу до того как она убьет меня все я надеюсь больше тут нету желающих потыкать меня острыми предметами так что тебе есть полезного стрелы золотое по моему уже забрал не знаю о кстати у меня здоровье восстанавливается само ну значит просто постоим немного подождем так как тут есть какая то возможность именно посмотреть на своего персонажа со стороны лица я не помню что надо нажимать так ребят все нормально у вас идет привет а я да мне видимо в ривервуд и для этого надо куда-то вправо идти так как все чуть-чуть она полностью восстановится все по моему остановилась так я правильно иду да правда там по моему опять на пути непролазные горы надо быть готовым что если что придется искать обходной путь ну снова я тут уже стало интересно что у нас тут ниже ягодник отлично кстати я же могу дрова нарубить да нет вам нужен капун ну ладно чтобы это не было у нас этого нет неужели маги не люблю огненных магов живо даша не думай иди отсюда живо ну ладно я ухожу видите это мне дело до ваших официальных дел я просто понимаешь бегаю тут наслаждаюсь природой сходи все так и начиналось что мы просто бегали отдыхали собирали цветочки а потом какие-то придурки нас схватили и попытались казнить так это че леса а колонны то специальный топор для рубки дров а оружие надо убрать было спасибо мне кажется в прошлый раз когда я играл просто так и очень быстро нашел алтарь но сейчас я что-то бегаю-бегаю вообще куда-то не туда бегу и хотела ничего бы нам туда не заскочить что мы найдем здесь это замечательные крепости опять кто-то пустит это лиф ладно мне не хочется такого зверя трогать слишком симпатичный чтобы умирать что-то да тут походу все заброшено уже даже я не вижу пока никаких особенно сундуков которых можно было бы с удовольствием порыться поэтому просто уходим отсюда наверное судя по руинам и огню тут драконовского похозяйничить moeten Нам все еще надо на север, на северо-востов, по-моему. Продолжение следует... Я правильно иду или я опять сдался? Нет, я правильно иду. Ладно. Отлично. Все очень здорово. Наверное. Хотя может и нет. Так, я слышу шум водопада. Ну, видимо, это значит, что мы приближаемся. Ух! О, тут надо аккуратнее. Да, то опять будет веселая короткометражка «Человек падающий со скалы». Да, вот она, собственно. Анимация смерти всегда радует. Каких только невероятных хульбитов они не делают напоследок. Так, ладно. Аккуратненько как-нибудь здесь ехать, да? Чтобы сильно не ушибаться. Ладно, опять придется постоять, подождать, пока регенерирует. Да, типа как в сталкере. Некоторые персонажи очень негативно реагируют на оружие. Ну, еще, кстати, по-моему, в некоторых местах очень негативно реагируют, если у тебя там нарядки по братьев буры или имперцев. Правда, тут, по-моему, все-таки мягче, чем в фаллауте с этим. То есть, они просто говорили, типа, с ними эту гадость, они не нападали и не пытались меня убить. И это может быть потому, что я был в какой-нибудь третьей стране в лагере. Или типа того. Да. Надо будет, конечно, потом разжиться зельями, едой всякой разной. И в последних фаллаутах замечательный крафтинг. Возможность почувствовать себя кузнестом, кулинаром. О, неплохо так. И много кем еще. Да. Правда, там, например, в Нью-Вегасе собачья шкура не весила ничего. А здесь все-таки шкуры волков вес добавляют. С другой стороны, видимо, какая-то волшебная шкура, потому что я ее содрал. Но она все равно на нем осталась. Или не знаю, может быть, у него, знаете, как и бывает, люди одевают несколько слоев одежды, а на волках, может быть, несколько слоев шкур. Ты сдираешь одно, а по ним еще одно. И твой от меня шаурма ходячая. Не зашибись. Так, будем ждать теперь, когда и здоровье и сила восстановится. Так, с этого уже сняли, видимо. Сколько можно тащить? А сейчас посмотрим. Тут где-то написано. В предметах, по-моему. Можно максимум тасить 300, а сейчас у меня 57. Я, правда, не уверен в килограммах это или в чем по-другому. Так. Так, мы приближаемся. Да, нам осталось совсем чуть-чуть пройти до этого места. Что может быть лучше пробежки на свежем воздухе? Да, добрались до ревер-вода. А алтарь я так и не встретил попухи. Видимо, я бежал где-то не там. Хотя, я так понимаю, я могу вообще обходиться без всяких классов. Быть, так сказать, бесклассным или как, бесклассовым чуваком, не принадлежащим ни к одному сословию. Так. Сколько мне, кстати, золота? 26. Маловато будет. Органар! 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 Ты слышишь меня? Так это ты тут все разнюхиваешь? Конечно. Ничего я не разнюхиваю, я только пришел. Хе-хе-хе. А если я ей еще заплачу, я сниму уже на два дня комнату, да? Ладно, какие ходят слухи. Рассказывает, будто утрик-буревестник сбежал от имперца. Теперь война еще сильнее разгорится. Окей. Тебя трудно не услышать. Эль скоро испортится. Нам понадобится новая партия. Так. У нас, по-моему, нету никаких ингредиентов, да? Ты слышал меня? А нет, есть снежные ягоды, соль, получи и что? Значит со слухом у тебя все в порядке. Просто сделай так, что... Но мы не знаем, что мы можем из этого приготовить. Случили новую партию вовремя. Весело. А что это ты... Твоишься? Болеешь или чего? Весело. Да. Присядем. И поразмыслим над нашей нелегкой судьбой. Бежит не вам Ладно, надо все-таки найти, где моя кровать Что-то она мне даже не показала Куда мне идти Наверное Это ты тут все разнюхиваешь Никакого второго этажа тут нету А, нет, это Skyrim Да Я купил комнату и даже не знаю, где она Обычно, когда мы приходим, они нам вообще-то Показывают, говорят, идем я тебе покажу То ли я провороню в этот момент То ли она вообще не стала Меня никуда провожать Забавно Украсть кролика, ладно, не будем ничего воровать Нам не нужны неприятности больше, чем у нас уже есть По крайней мере пока И почему это я не могу спать на чужой кровать? Я вольный человек, спать могу где хочу Завалюсь Хозяйка гостиницы Захраплю И пусть они попытаются только меня растолкать Ну ладно Я думаю Надо идти дальше куда-нибудь Чтобы набирать новый опыт Новые вещи И, конечно же, желото Что-то он Что-то пес не хочет со мной говорить Он просто продолжает идти лаять Блин, да остановись ты хоть на секунду Дай тебе рассмотреть Это КГ, хорошо Ну да, в принципе, я помню, что мне вайкран надо Просто вспомню, где он Он где-то на севере А, вот он, да В принципе, недалеко В принципе, он где-то на севере Что мы там получили? Вы узнали о восстановлении силы. Ок. У каждого ингредиента вроде бы 4 каких-то эффекта. Я так понимаю, мы только один узнаем, по крайней мере в начале. Все, идем дальше. А сколько же вас тут много-то, а? Вроде и не крысы. Оплодитесь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Если, конечно, не появятся какие-нибудь ярые гринписовцы в этом мире. Так. Нет, я все еще иду правильно. По крайней мере, это верит карте. Так. Теперь она начала склоняться. Угу. Угу. Господи, не такое уж сильное падение. Че ты сразу ушиблась? Ой. А вот сейчас, по-моему, высота была больше, а ей хоть бухнуть Хотя всё равно был, по-моему, довольно крутой склон Да ладно Ладно, пожалуй, без оружия бежать будет немного проще и быстрее Да, по-моему, я иду правильнее Что это? Ух ты! Великан! Ну-ка, посмотрим поближе Да, чуть не особо много с него удалось взять Ладно, с этим разобрались, без тебя Конечно, нет, но настоящий воин только обрадуется возможностей сразиться с Великаном Поэтому я здесь с моими братьями по оружию Почему ты о нём говоришь во множественном числе? Ты не отсюда, так? Не приходилось слышать о соратниках? Орден воинов Мы братья и сёстры по доблести Мы приходим на помощь, если плата достойна Ну я не воин, я так просто бродяга Да Не, ну понимаешь, Аян Как бы да, то, что можно спать на своей, это плюс, но чужих кроватей больше Поэтому было бы, конечно, удобнее героя, если бы он мог на любой задрыхнуть Хотя это было бы, наверное, не совсем честно по отношению к владельцам этих кроватей Там какой-нибудь воин или трактирщик усталый после долгого дня приходит Хочет завалиться и глядь, там уже кто-то спит на его кровати И он бы охренел от этого Это как в Sims Создаёшь, если семью, это самое, большую Больше, чем количество кроватей, да И, допустим, не для всех кровати есть место или что-нибудь такое И в итоге кто-нибудь один в итоге вынужден либо на диване ютиться Либо вообще не спать До определенного момента Я даже не знаю, присоединиться к вам или потерявнее Ну блин Мне надо было честно обдумать это решение Я не мог так сразу ответить Ну чё вы, ну Ладно, ну вас нахрен Надоедает весь день слоняться вокруг и болтать языком Быть тебе соратником или нет, решит Кодлак Поговори с ним, я тут ничего не решаю Соратники, это моя семья Наше дело драться Честно говоря, название, конечно, прикольное Но нельзя сказать, что особо оригинальные соратники Мы с Вилкосом тут с самого детства Наш отец Йорген вырастил нас здесь Даже Вигнер не помнит, чтобы соратниками становился кто-то еще младше Да я не разбираюсь Империя, Норды, Талос Какая разница? Ну не все придурки Вы мне скажите, кому по шее надавать? Ага Ладно, все, бежим Ага, так Вот Вот как-то так, да? Блин Да, как-то так Да, как-то так Все будем искать, где тут вход А вот он Так Меховые ботинки Меховая броня Жалко, шлема никакого нет пока О, это же эти Каджиты Какая удача Теплых песков, дружище Чем Каджит может быть тебе полезен? Видимо, ничем Прошу тебя Подойди и посмотри наши товары Мы дети пусты Куда подойти-то блин Северный ветер продувает нас до костей Где товары Как высоко вздымаются горы Скайрима Каджитам здесь не доверяют Тебя никто никогда не заметит Ого Цена 200 Неплохо так Скриптных 15 нужно Так Навыки Ну у меня, по-моему, все пока довольно низкое А нет Скриптных 15 Ну конечно, я пока ничего не могу поднять Пока я все еще первого уровня Хотя там Я так понимаю Каждый навык понемногу добавляется Если там его использовать То есть Чтобы скрытность повышалась Надо почаще краситься А чтобы владение оружием Почаще бить этим оружием В принципе, вполне логично вроде Хотя я не могу сказать Что мне не нравилась система Как в Нью-Вегасе Когда для того, чтобы научиться Лучше ломать замки Я просто ходил Убивал толку С этих бандитов Как мне я вроде пришел Теперь надо в этот попасть В драконе предел вроде Из-за дракона город закрыт Проход только по официальной надобности Ладно Но смотри у меня Отлично Еще и красноречие увеличили Подождите Подождите А ну да В принципе, ты прав А можно и без всякой кровати Просто подождите И все С разбойниками я еще могу справиться Чтобы предположить Что он пошел с ума Надо считать Что когда-то он был Нормальным Вынь камни-то из ушей Я спрашиваю За кого ты? За серых гриф Или сынов битвы? Вопрос явно с подвухом Недавно в городе, да? В Майтране есть два старых И уважаемых клана Разница в том Что серые грифы Предали империю А мы, сыны битвы Остались еберны Так что я спрашиваю еще раз Серые грифы Или сыны битвы? Тогда я рад встрече Как только тебя увидел Сразу понял, что ты с нами Да уж Да здравствуй, империя Разумеется, я просто сказал то, что ты хотел слышать Думаю, надо бы мне еще позаниматься Ну тут, кстати, много всяких магазинов тоже вроде Может я все-таки смогу скинуть лишнее барахло А, блин, мне тут трактир Но трактир это тоже неплохо Заходи Мы как раз подложили дрон Присаживайся и согрейся Работа мне не в тягость Но я... Подумываю, чем могу помочь Давай утолим твой голод Что они тут Интересного Или у нас Соль? Нет, соль я не хочу продавать А, и соль и снежные ягоды очень дешевые идут Ладно Если что еще нужно, обращайся Не будем пока ничего Продавать или покупать Хочешь сразиться со мной на мечах? Тебе конец через шесть секунд Тебе соратники, что ли, напели? Они мне заявили Слишком неуправляемые Сборище слабых трусов Это не моя вина Я им говорила, что это случайность Они хотели меня проверить И бросили против манья Которого еще и усыдно могут нас Что те не очень, что другие не очень Думали, наверное, что женщина с ним ничего сделать не сможет Я не хотела его убивать Мне это ни к чему Просто потеряло контроль Да, как обычно Да Отлично Разговор окончен Мастерски прервал беседу, я бы даже сказал Так, а тут у нас Тут у нас только взломать А тут Я не думаю, что это умно делать рядом со стражником Поэтому выйти Хотя иногда, по-моему По крайней мере, в некоторых других их играх Бывало так, что Ты нечаянно нажал взломать Потом одумался и отменил это А они все равно на тебя злятся И пытаются напасть На самом деле, я бы хотел просто куда-нибудь Быть до хрена волчьих шкур Смотри за ногами Да Ухраняй равновесие Да, вон Да, интересно Блин, какой наряд-то Эротичный Неожиданно На мужчине совсем по-другому выглядело Только быстро Ты не можешь просто ввалиться сюда и потрепаться с главным Ты за кого себя принимаешь? Но если хочешь опозориться, не буду тебя останавливать Наш предвестник Кодлок Он не совсем вождь, но главнее тут никого нет Мне нравится то, что она ведет беседу и не перестает так двигаться Чтобы не отвечать на глупые вопросы Ладно Ты сразу перестала Забавно Что-то я тебя раньше тут не видел Учти, я за тобой слежу Что теперь? Что-то все так любят следить за всеми Я учился искусству боя во время Великой войны Чуть не погиб у стен имперского города Я вернулся в Скайрим, когда война кончилась Но я не умел ничего, кроме каких в индийских фильмах Какое-то время был наемник Ну и не только там Или может быть некоторых старых американцев Сериалов тоже Мне повезло, что я встретил соратника Как-то забавно, они так ходят У меня есть причина сражаться Честь моих братьев и сестер дороже золота Хотя деньги все равно неплохие И выпивка А женщины? Ладно Тогда я пойду Только быстро Что такое? Да, странное название Опять же у меня персонажа Вообще зовут и ты Ты издеваешься? Я хотела вступить в орден с тех пор, как была девчонкой Не приходилось слышать истории о том, как подлог и скьер Сражались со сто одним орком-берсерком Скьер говорит, их было штук сорок Но он просто скромничает Куда мне еще было стремиться? Учиться у них? Сражаться с ними рядом? Да уж До встречи Понятно Каменная рука Видимо она бьет так сильно, как будто камнем охаживает Показал мне все-таки надо отойти Не надолго Может мох растет? Да, кстати, может и поэтому Возьмите 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 Продолжение следует... 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 Да, ну вот тут действительно разные варианты ответов того, чем мы можем ответить. Правда? Ты очень открыто говоришь о своем преступном прошлом. Мне плевать, кого там хотят казнить им перцы. Особенно теперь. Я хочу знать, что именно произошло в Хелгине. По имени Эсмир, Айрилет была права. Пусть понервничают. По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды. Даже от дракона. Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Ой, решит, что вы не верите. Ты в драконьем пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочим великим воинам. К сожалению, нет. Моя работа редко дает мне возможность куда-то отправиться. Может, какой герой притащит нам дракона в драконий предел? Хотя, с другой стороны, если у тебя унылая, однотипная будничная жизнь, вдруг появляются драконы, даже если они все подряд вокруг сжигают, это все равно воспринимается как благо, я думаю. Наверное. Такая у него логика. Все, понимаешь, разбегаются от драконов. И он один только что. Вот, блин. Почему я не видел его вблизи? Объясню проще, чтобы не было вопросов. Я советник Ярла по вопросам. Даже не поворачивается в нашу сторону. Если возникает угроза или тайна магического происхождения, я обязан объяснить ситуацию и предложить решение. Надеюсь, такой ответ тебя удовлетворит. Удачного дня. Эй, мы не закончили. Последнее время все только и толпуют об этом идиотском конфликте. Я лично предпочитаю книги и заклинания. Если я скажу, что это не лучший вопрос, ты поймешь, что я имел в виду? Вряд ли. Так или иначе, пока в мои исследования никто не лезет, мне все равно, кто командует. А теперь прошу извинить. У меня дела, а твои вопросы меня ужасно удачут. Какое политичное-то, а? Нет, мы еще не закончили. Какое спокойствие, правда? Чистая энергия. Полагаю, да. Формально, разумеется. У нас в городе есть жрец с жрицей, алхимик. Кто-нибудь еще наверняка практикует. Да. Кстати, раз зашла речь об алхимиках, у меня для Аркадии есть морозная соль. Она просила достать для какого-то зелья. Тебя не затруднит отнести соль Аркадии? Думаю, она найдет, чем тебя отблагодарить. Ладно, без проблем. Ты, несомненно, куда больше подходишь для такой тривиальной задачи, нежели я. Да уж. Чтобы великий мак или сам что-то таскал. Гораздо лучше это доверить какому-то случайному подозрительному незнакомцу. Который, может быть, донесет, а может и нет. Хочешь учиться, не так ли? Что ж, боюсь, учитель из меня не очень. Попробуй обратиться в коллегию Винтерхолда. Кстати, я так понимаю, в принципе, магией как бы все владеют. Просто если удается взять класс мага, то он больше как бы может. Что у тебя на продажу? Учишься мастерству? Начнем с зачарования. Возьми зачарованное оружие или броню. Потом используй пентаграмму душ, чтобы... Мне кажется, или у него верхнюю часть капюшона отрезала как будто. Так что соблюдая осторожность. Когда выучишь зачарование, тебе понадобится наполненный камень душ и предмет, который ты будешь зачаровывать. Для этого тоже используй пентаграмму душ. Понятное дело, все необходимое есть у меня в продаже, если тебе хватит монет. Да уж. Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Да, приятного аппетита. У меня тут тоже, кстати, бутер рядом лежит, но я его пока не трогаю. А если на ИП нажать, она просто покажет все товары. А то я думал, что у тебя есть на продаже, и можно выбрать ИП, то есть, можно себя предложить на продажу. Да, это было бы слишком сурово. Ладно. Знаешь, раз у тебя есть способности, советую посетить коллегию магов в Интерхолде. Так, ну, видимо, мы не все обсудили с этим товарищем. Появить инициативу и найти меня. Вайтран у тебя в долгу, и я этого не забуду. Вот, прими этот скромный дар в знак моей признательности. Что там, золото? Ну, блин, я только что от него. Ну, ладно, пошли, еще раз к нему сходим. Вообще, давай я на троне немного посижу. Ладно, хватит. Меня очень радует, что он не стал возмущаться, что я сел за его трон. Ты в драконьем пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочим. Что? Какое дело? Ты полагаешь, что можешь мне помочь? Я так не думаю. Ярла можно найти в большом зале. Он обычно сидит там, на троне. Они здесь, в лаборатории волшебника. Пытаюсь, чтобы все быстрее произошло. Кто поможет с учением дракона? Приходится переждать все эти карты сцены. Скажи, есть все подвести. Это даже не карты сцены, это как бы часть геймплея, но все равно. Ну, рассказывай, ёбр-с-этэ. Так, Ярл думает, что ты мне пригодишься. О, да, он должно быть имел в виду мое исследование драконов. Да, мне нужна помощь, чтобы кое-что добыть. Ну, когда я говорю добыть, я имею в виду полезть в опасные руины. В поисках камбиты сцены. Какие классные ботинки чувака? Какие, может быть, там лежит, а может и не лежит. О, ты не просто наемник, а еще и мыслитель. Может быть, ты даже ученый? Видишь ли, когда начали ходить истории о драконах, но не отмахивались от этих служб. Как от невероятного. Верный признак дурака отметать как невозможное все, что не подтверждается его личным опытом. Но я начал собирать сведения о драконах, ища ответ на вопрос, куда они пропали много лет назад и откуда они взялись. Я узнал о некой каменной скрижали, которая хранится в храме холодных водопадов. На этом драконьем камне, говорят, есть карта с могильными курганами драконов. Ну, без проблем. Иди в храм Ветреного Пика, найди эту скрижаль, она, скорее всего, в главном чертоге, и принеси ее мне. Все просто. Да вообще, как нефиг делать, ага. Древняя гробница, выстроенная нордами, кажется, еще до войны драконов. А, ты, наверное, хочешь узнать, как туда попасть. Он рядом с Ривер Будет, крошечной деревушкой на юг отсюда. Уверен, как будешь там, местные подскажут тебе дорогу. Ну. Нужно же хранить профессиональные секреты, верно? У меня есть источники, надежные. Ладно, про войну драконов я, наверное, не буду уже спрашивать. Да, у нас теперь будет все время, при каждой встрече, подгонять, типа, иди к храму. Ярл не славится, иди к храму. Я хочу знать, как выведите этого дракона. Так, и ладно. Сейчас надо посмотреть еще кое-что. Он же мне еще какой-то побочный квест дал, там, снести соль. Где-то, нет, это не здесь, это в меню проверяется задание. Так, присоединиться, ступи, договори, отдать, вот. Показать на карте. Чуть-чуть восточнее, да? Нет, это южнее того места, где я нахожусь. Ладно. Сходим, отдадим. Ух ты. Блин, не получается проплыть. Ой, господи. Так. Да, кажется, я правильно, да? Я ничего не делал. Чего еще? Ты чего на меня пялишься? О, спасибо. Да благословят боги твое доброе сердце. Когда есть что выпить. А сейчас я почти протрезвел, чтобы не провалиться. Слушай, как выщик, как вы взвык, будут как генианского Эля. Отличная штука. Да, принеси мне ее. Они там даже не заметят, что ее нет. Ну же. А с чего бы это мне делать? Так, что за Эль? Я его прямо отсюда чую. А, ладно. Ага. Как скажешь. Это тут? А почему заперто до сих пор? Со взломами у меня очень плохо в этих играх. Я тебя шагу. Не двигаться. Приказ Ярва. Я заюсь, иди меня в перьбу. А ладно. Ты сгниешь подземелье драконьего предела. Сгниешь. Хе-хе-хе-хе. Да. Да. Придется несколько раз на кровать нажать. Ты. Не хочешь поселиться тут? Не, не особо. Селиться в таком месте. Хотя тут, в принципе, красиво. знаешь в чем сейчас проблемы с кей ладно попробуй обойти с другой стороны может там как бы ничего для тех а здесь вход именно служебный и через него нельзя посторонним я учу времени торчу за прилавком чтобы освоить торговые улыбки да в тюрягу кинули надо было бежать а кстати у меня все предметы забрали да ты сделаешь если найдешь я смогу получить тебя это тебе очень поможет в жизни нет у меня все на месте блин меня послали к этой зольди а ее опять нету на месте ну что за черт зато есть помидоры правда не все какие-то высохшие блин некрасивые поди на вкус как дерьмо попробуем ее дождаться и прочь в чем дело ротгард ну и ну вот нафиг чтобы я еще раз согласился кому-то что-то доносить а так чтобы у меня краденые предметы все отобрали или ничего не за да отобрали краденые предметы ладно хрен с ними олз покровитель великого клана сынов там не в принципе плевать и что же тебе понадобилось ты главное держи ухо во строк и если на город упадут уводи людей это война такая же глупость я помню где-то телохранителя можно занять и будет проще сражаться и меток и запасного воина при себе по-моему это можно сделать каком-то из трактиров каком-то из тренировки добро пожаловать в дом боительниц на приступов раньше можно было покойных оборудовать надев и ведро на голову тебя что теперь нас и мелкое оружие есть если надо да все что доброму воину нужно так вот там железный кинжал одет так на месте оставлю топор ту же как разная вода волчьи шкуры ну ладно отмычки продавать не буду они ничего и не весят все равно одежда ну сапоги я думаю можно продать хотя они не особо дорогие ну ладно уж так остальную броню наверное оставим да это мы все оставим остальное с тобой приятно иметь дело у него действительно есть что-то медвежье во внешности с 9 00 а сколько сейчас 4 12 19 п.м. тут в основном мелкие кражи и пьяные у нас не было так ну что мы может зайдешь в другой день я-то иначе исти читай по но не смотрю волшебный шар а тремя но не хочешь нет препанацию точно особенно с таким смешком я работаю с мамой фрукты овощи продаем да даже замечательно дом теплых ветров горячие душистые клетки прямо из печи да уж так скук у меня теперь золото 32 маловато будет или просто присядь у огня а я пришлю тебе кого-нибудь охрана вайтране ужасно просто куром на смерть в реке внизу эти большие если хочешь подработать на руби кадров для костров работа мне не в тягость но я уже я стал невидимкой вот это магия ничего просто хочу немного посидеть тут такой пользы поцелуй меня в локоть я выслеживаю добычу да да нет нужно что-то мне нравится как тут это все происходит никто не говорит слезь со стойки чертов псих все просто вежливо интересуются не нужно ли тебе что-нибудь наверняка ты уже знаешь про златалист здоровенное дерево все обгоревшие посреди ветреного района это святыня храма кенарет люди хотят чтобы данька что-то сделала с этим безобразным это сегодня мешок монетами что тут вообще можно сделать вот посмотри-ка люди ярла зашли и оставили это объявление тебе доводилось бывать в святилище азура говорят его построили темные эльфы после бегства из моровинда впечатляющее зрелище люди говорят что в рифтоне есть 1 запросим ее по полной заставить тебя выглядеть совершенно иначе вот это клево было бы опять же если они убрали возможность передумать потому что есть возможность где-то еще поменять внешность неограниченное количество раз то это ладно поговаривают будто соратники в ярмарстве набирают воинов в своей ряду не только у волка была всего одна песня необычно чтобы так волшебникам относились ну смысл не для тесса необычно в целом так жареная куриная грудка стоимость 12 блин у нее большой выбор но все очень мало здоровья восстанавливают в основном же все что но я не знаю это 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 и Сталь беспрестанно зверял, и Матильды воинственный дух плавенял. Хочешь выйти? По-разному. Хочешь есть, пить, и то, и другое. И у менял всех ватрат на пасливую лечь, как слетела башка его рыжая сплечь. Ладно, мне уже ни на что не хватит. Ладно тебе, хватит уже вопросов. Если хочешь подработать, наруби-ка дров для костров. Мне все равно нечего их рубить. Оказывается, абы какой топор не пойдет для этого. А особого топора у меня нет. Матильды, вот и не знаешь, что значит бороться и страдать. Так. Ничего? Надо налево. Мои любимые забудели. Давай, Пак. Здесь. Угу. Кайример оскол. И не магия темплей. Не, ну, любовь точно нам не нужна такая. Все в порядке? Таким тоном. Так. Нет, это неправильное направление. Это где-то внизу должно быть. Уже. Попробуем все-таки ее дождаться, наверное. Попробуем все-таки ее дождаться, наверное. если не хочешь того же, спасибо пойдем, отец, здесь больше не о чем говорить выбрал, что не бойся, хоть драконы, хоть великаны мы будем готовы их встретить ну-ну посмотрим, как вы будете готовы блин, я заблудился, где этот приделский дом я все-таки пришел к нему, но почему-то решил, что это неправильное место так, вот он вроде бы это сюда хотя надо чуть-чуть левее да, нужно налево да так еще раз налево да, налево по-моему и просыпаем так, ну, я я стою лицом туда, куда стрелка показывает значит, мне надо налево развернуться отсюда так, это направо вот тьфу это вроде так-то резко разворвал куда бы я ни смотрел я все равно в итоге оказываюсь именно в этом направлении так что к черту пойду лучше убью еще немного волков пока Айян а что в рифтане можно сколько хочешь если хочешь поохотиться держись подальше от наголовки в принципе полезно, что тут все такие услужливые, подсказывают где можно лучше поохотиться, где еще прикупить теория это должно делать нашу жизнь немного легче ну, конечно, на практике это не совсем так побежим куда-нибудь в случайном направлении наверное так нет да все-таки я хочу бы пытаться отдать эту гребаную соль да, настораживает как оно не отвечает в итоге, но все-таки я кучу времени торчу с ним все-таки, к счастью, в итоге она прогружается крылавку, чтобы освоить торговые уловки да, я уже слышал, что ты тортишь кучу времени за крылавку так вот отсюда, по идее, надо бежать строго прямо да, вроде кх-кх-кх, вроде это правильное направление я не знаю, если чё-то узнает так это что? юр басар? да, я не знаю вот он, словая права уйти в нечего нечего да так, ну и так, это все еще на юге, это оно? да, котелок Аркадий до 9 утра надо ждать да, сейчас сколько? 8.23 это значит час два, три четыре, пять шесть, семь восемь, девять десять, одиннадцать, двенадцать тринадцать часов ну ладно ждем надеюсь он не ошибся посмотри что у меня есть да наверняка ты найдешь то, что ищешь вид у тебя бледноватый наверно это отопся прекрасно, прекрасно она пойдет в особое зелье над которым я работаю приворотный эликсир равных которому нет может сперва его на фарингаре опробовать а я полагаю ты ждешь какой-нибудь награды да так вот этих эликсиров должно хватить зелье иллюзии лучше на запасы сил зелье краткой невидимости ну вроде неплохо ну зачем это потому что я подданный империи и горжусь этим потому что братья бури считают что скайвин для нордов да пошли эти братья бури в обливион я двадцать лет в этом городе вот этой фразой по моему что только не стебался двадцать лет особенно в свете того что норд и норд очень созвучно ну что ж двадцать лет ну отлично да да спасибо что было я так ну поучиться поди дорого будет стоить уже я могу тебя кое-чему научить ну да тоже 200 вот видимо стандартная цена здесь ну вроде того я образование не в школе восстановление получала но тоже неплохое у меня найдется все что нужно для приготовления лекарства почти от любой болезни если бы я получала по септиму за каждый случай каменные подагры или разжижение мозга который я исцелила я бы уже давно разбогатела хорошо что у тебя есть на продажу а так значит ты алхимик нет я просто спросил что у тебя есть на продажу я не говорил что я алхимик и что с тобой не так женщина так дели иллюзии невидимости так лечение лечение стоит всего пять так 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 а стоп это я и могу продать зелье лечение что она мне может продать зелье водного дыхания зелье воина очарователя и 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 в принципе так все очень даже любовно сделано все эти горы ветра облака нас кто-то заметил раз не начала играть зловещая музыка значит кто-то кто-то наверное не враждебный в принципе немного осталось до второго уровня по идее ух ты за часом не плыть мамонта валяется мы собили но его не могу взять все равно очень-очень жаль не знаю мистовая броня она по идее должна защищать от холода ведь во многом да но какой смысл в таком маленьком воскутке который даже тело толком не прикрывает равно основная масса будет заражена попробуем наверное поохотиться где-то мой лук о мамонт профессору с вере и приходилось ехать черти куда вы в поисках них здесь они в большом изобилии обитают ну а вон и их пастухи гиганты надо стараться быть аккуратнее чтобы они ненароком не пришибли так может в этот раз мне повезет больше да что за говно что за говно ладно неправильно все же не все такие силы не знаю я конечно никогда не занимался этим в реальной жизни да наверное никто из присутствующих не занимался тоже на неужели отмычки действительно так легко сломать все это и 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 о кстати по приколу можно посмотреть что будет если его разозлить давай ну блин нет я не это хотел показать я хотел показать другой прикольный момент когда он бьет дубиной и ты прям улетаешь на орбиту но он почему-то не захотел этого делать ладно бежим нахрен отсюда раз он нас заметил вообще не вроде как не особо агрессивная на если к ним слишком близко подойти можно грести здорово зачем ему столько длиннее да я один оторву ладно хватит заниматься ерунду и вообще-то нас попросили достать бивеньма монтона по-моему где-то можно найти уже мертвого хотя так 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 предметы предметы зелья пища орехи в меду очень очень плохо здоровье можно увеличить наверное бы хотел скрытность повысить если можно хотя может это и неправильный выбор так это сейчас приму зелье невидимости она мне и крена не дало я так и думал да лучше все таки мамонтов не бесить поднимем уровень на ком нибудь другом кто не так больно бьется я мне почти удалось восстановиться полностью после того как он меня грел но он тут же мне обратно все опустил почти до нуля блин я не прыгал блин я не прыгал блин главное очень сильно замедляюсь когда цели если я сейчас отпущу, то она просто выстрелит и все а вот кажется и алтарь лучше поздно, чем никогда, видимо ладно, хрен с тобой а нет, что-то другое место что тут написано? бородатый мох? ладно, возьмем я думаю, мы все равно найдем чем здесь поживиться интересно, давно уже трансляция идет да, орехи в меду, наверное, вкусные хотя я никогда такой не пробовал ну, кстати, да их к тому же двое, но на самом деле хватило бы и одного, учитывая, какой он быстрый а вот и эти как их мы сейчас узнаем, когда наведем на них прицел так, срочно есть пища так, орехи в меду так, орехи в меду так, орехи в меду новый уровень здоровье так, мы все способности взяли, да? или я могу еще одну взять? ну, по-моему, нет ну, по-моему, нет да не могу, я взял способность скрытность и это все, в общем-то так, предметы так, предметы вот так вот ибо нефиг драугры они называются эти варьи точно типа зомби так, боевой топор урон 10 а у того был урон 9, да? которым я пользуюсь да здесь у него получается мощнее топор, чем мой так древняя стрела древний норк скилл ладно так что теперь я, получается, свой старый топор могу продать просто потому что он дорого стоит, но при этом он дает меньше урона, чем тот, который я у нее забрал так, что-то регенерация не происходит в здоровье а нет, происходит просто очень медленно но, вот, вручное оружие повышается до 16, замечательно так допустим два часа подождать, если восстановится здоровье за это время да отлично так предметы оружие так а у меня есть какой-нибудь щит? по-моему нету да пока что нету ничего такого ладно ну неплохо, неплохо но главное все совсем 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 иначе, чем в первый раз было и казалось бы та же самая игра, но в прошлый раз со мной совсем другое происходило вот, вручный меч аж 18 дает, охренеть правда им это все не помогло и они все равно дохлые лежат, но тем не менее в BCE полежали наверх устроим шорох Ух, какие звуки мы издаём. Давай, вылазь. Тут какие-то 4 непрочитанные сообщения у меня в ВКонтакте высвечиваются. Наверное, лучше посмотрю, когда я закончу трансляцию. Тараш! Секунду. Возьмите. Свечи. Возьмите. Уходите. Уходите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Гораздо большее влияние имеет та фантастика, которая имеет какую-то хоть минимальную привязку к реальности. Вот, например, как в Fallout, например, да? То есть... Это, конечно, вымышленная история, но все равно, как бы, действия происходят в Америке, там... У них была война с Китаем, и это все, как бы, понятно, и это вполне так... Можно проникнуться этой историей, понять, что там к чему. Опять же, все знают про ядерное оружие и про то, как это ужасно. Или там, например, доктор Кто, который, в принципе... Бывает, конечно, что он посещает всякие там другие планеты и так далее, но... Немалая честь сюжетов, она все-таки... Происходит на планете Земля, там, в разные исторические периоды... Или вовсе, там, в современной Англии. Хотя, конечно, его многие ругают за то, что в Ньюскуле слишком много современной Англии. Но это проще понять, это интереснее, когда есть привязка к реальности. А вот какой-нибудь, например, Скайрим, или этот самый... Или Граб и Столб, я не хочу сказать ничего плохого. Это хорошие истории, они достаточно хорошо прописаны, но... Все равно это, как бы, не просто вымышленные истории в условно-реальных местах. Это вымышленные истории в целиком вымышленных местах. И поэтому... Гораздо, на самом деле, труднее их прочувствовать или типа того. Может, конечно, только я один, или так вижу эту тему. Или очень немногие люди так думают, но тем не менее. То есть, что гораздо мощнее та фантастика, те ужасы и то фэнтези, которая хоть немного, но с реальностью связана. Но, с другой стороны, я вот подумал, Властелин колец, он тоже целиком вымышленный. С привязкой разве что к легендам. Но, в принципе, история вполне интересная и вполне такая затрагивающая. Да, спасибо всем вас. И за поздравления с новым уровнем, и за будь здоров. Да, хедшот это здорово. Ну, хотя, да, если это топором, это не совсем шот. Это скорее, наверное, хедстроук какой-нибудь. Ну, она в скрытности повышается, зашибись. Так, это я где сейчас нахожусь на карте? Это я куда-то на юг убежал. Так, я бы хотел удалить, если можно, эту метку. Она мне пока тут не нужна. Так, я в Морфале еще не был, да? В Сальюде. Это все там. На севере от меня находится. Но я пока хочу здесь продолжить исследовать. Хотя мы обязательно постараемся, наверное, как можно больше мест посетить. Я как бы не уверен, учитывая, как это у меня медленно выходит. Пройду ли я на стриме, там, Скайрим, Нью-Вегас. Но было бы неплохо, если бы получилось. Но было бы неплохо, если бы получилось. ОБС стал жаловаться на высокую нагрузку. А стрим идет уже чуть больше часа. Ну, в принципе, думаю, на самом деле, конечно, прямо сейчас мы заканчивать не будем, наверное. Но вообще, я думаю, мы уже довольно скоро закончим. Конечно, сегодня, наверное, получилось не особо богато на события. Мы просто сходили к Ярлу и сказали, мол, чувак, дракон летит к тебе, прячься. А он нас попросил какой-то скрижаль достать, но тем не менее. Нельзя сказать, что эта серия была бедной на приключения. Нас пару раз убили мамонты. И еще несколько раз, точнее, еще один раз великаны. Плюс еще этот... Кто там он был? А, не, ну. Плюс еще мы драугров победили. Получили второй уровень. Мне кажется, это очень даже неплохо. В принципе... Радует, что... Скайриме можно несколько более расслабленно изучать окружающий мир, чем это было в предыдущих частях. Где, по-моему, гораздо чаще приходилось подыхать. Но они тоже были по-сому интересны. На самом деле, думаю... Да, блин. Черт, это насморк. Даже говорить нормально не дает. Кхм. Я на самом деле думаю, что... Я вот купил на двух недавних распродажах Моровинт и Обливион. Так что, скорее всего, я все-таки буду в них еще играть. Может быть, даже рано или поздно я их пройду. Так что... На самом деле, эта серия вполне заслуживает внимания и интереса. Арену с Даггерфолом тоже было бы неплохо пройти когда-нибудь. Но... К ним свои трудности. Умри! Нет, деточка, после тебя только. Так. Я убил одну, но их там еще целая толпа. Мне еще интересно, зачем она просто так с собой таскает соль. Но в случае, если все-таки придется что-то посолить... Так, стрелы возьмем. Остальное пусть оставят себе. Ой. Черт, сними, Макс. Вот это очень плохо, ребят. Так. Я, конечно... А, нет. У меня помидорки есть. Сейчас я помидорками быстренько восстановлюсь и пойду их нагибать. Блин. Нет, точно надо. Скоро закажешь. Потому что, блин. У меня еще кто-то надморк разыгрался. А... Кубец стал сильнее утомляться. Надо, короче, запас сил повышать. Потому что он очень быстро кончается. Я начинаю отвратно, совершенно бить, почти не нанося никакого урона. Так. Секретное заклинать, чтобы превращать деревяшку в сон. Да... Крепто, деревяшку в сон. Ой, господи, если придется, если придется. Давай будем честными. Ты меня в любом случае желаешь убить. А повод тебе и не нужен. Эм... Во что я теперь упираюсь? Ну, давайте, мудаки, покажите. Ах, еще и эта хрень на меня охотится теперь. Ну, давай, давай, подплывай. Я как раз давно ухинеел. Что же вы так самокритичны, ребята? Может вам еще за нее дадут игру года? Так, а вы ее глупо обзываете. Ах, вы про другое. Кто-то в меня стреляет. И, судя по всему, довольно неплохо. То есть они промахиваются, но стрела пролетают совсем рядом. Черт, волшебник, волшебник, волшебника надо убить скорее. Как вы затрахали уже, а? Ну, пожалуйста, умри. Урон магии, похрен на магию вообще. Блин, дайте мне восстановление здоровья, суки. Когда я дракорексом играю, у меня это намного лучше получается. Ладно. Вот как мы, пожалуй, поступим. Мы его сейчас убьем. Что еще такие бешеные? Ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Да. Моган. Куда там крысам из Морутопии до этих ребят? Так, ну вы точно сейчас под горячую руку попадете, блин. Оружие. Древний норфский меч. Умри, тупая шавка! Как красиво скользят. Эй, подожди. Я его что, подобрал что ли? Нет, показалось. Так, броню, конечно, надо посерьезнее сейчас будет надеть. Потому что это... Меховая, это полная хрень. Вот стальная... Нет, стальная, это другое дело. Да, видите, 25, а это 33. Я думаю, так будет лучше. Надеюсь, теперь меня будет убить труднее. А то, блин, естественно, маленькая полоска ткани, которая едва-едва прикрывает грудь, не годится для настоящей битвы. Ну, там еще какие-то уроды. Судя по всему, это что-то маленькое и гуманоидное. Ну, давай, покажи свое симпатичное личико. Крышка! Крышка! Крышка? Нет, спасибо, ребят. Мы с вами не в палауте, поэтому крышечки мне не нужны. Блин, бабы, по-моему, тут самые бешеные. Даже мужики не такие агрессивные, как они. Убью тебя! Вот видите? Пришел твой конец! Тебе не всех век! Ну что же? Слушай, я бы просто... О, вы... Я бы просто мирно тут прошел, но нет. Сами напросились. А, черт, еще одна лучница, блин. Ну, ничего, сейчас... Сейчас она тоже это самое. Ляжет отдохнуть. Только я немного отдышусь сам. Не волнуйся, Андрей. Фраза, пожалуйста, умри, была отрисована не тебе. Но зато ты видишь, здесь, как всегда, все позитивно. Почти как в фоллауте. Другое дело, что в этой игре самые сильные монстры вроде обычно не нападают первыми. Черт, я промазал. О-хо-хо-хо! Ничего так! Зашибись! И сразу третий уровень. Вот это я понимаю. Так. Ну, во-первых, я сохранюсь сейчас. Наверное, третьим уровнем поднимем запас сил, да? То есть, чтобы он был больше. Хотя здоровье тоже стоило бы. Будем все-таки больше войн отыгрывать. То есть, магию, наверное, особо не будем качать. А вот всякие боевые приемы, там, мечи, топоры. И все такое. Так, двуручное оружие. Бр... браки... бронир... Блокирование. Тяжелая броня, кузнечное дело. Ладно, секунду. Размещение, восстановление. Не-не-не-не-не-не-не, не колдовство, не колдовство. Аллю... Если я красноречии... Вот красноречие может быть целый, уantейся. Да, легкая броня, пожалуй. Или нет? Разбедька. Не-не-не-не. Двуручное оружие, все-таки, я думаю. Варвар. А, понятно. раньше варвар был классом теперь это навык интересный обмен неплохо да спасибо да кстати вот и щит нашел сейчас надо пойти у этого чувака найти которого я зарубил щитом и забрать щит так у тебя чё хорошее золото да главное золото тоже надо не забывать брать золото нам непременно пригодится блин а где тут музыка тут не он да это он железный щит золото надо у всех собрать золото короче чтобы побольше было кирка не знаю здесь есть какие-нибудь каменные стены которые можно не пробить вот кстати удобная это называется удобные указатели маркар white ран как как вас тем так у тебя я все забрал нет ничего смотрите у него жареная рыба есть с тобой его вообще конечно интересные они люди вот участка с собой жареную рыбу например таскаете когда куда-то идете я думаю что нет но другой стороны рад что ее нашел будет опять зачем здоровью останавливать железный стрелки возьмем и хватит да грозная женщина конечно вот смак сейчас я тебе докажу что твоя магия ничто против моего меча блин с тебя даже взять особо нечего ладно кинтальчик возьму потом загоню кому-нибудь так чё тут у нас с ним и грабители да где-то там далеке остался этот как его ривер ривер вот ладно мы пока в ривер руд наверно не пойдем пока еще побеги я на самом деле конечно скоро надо будет туда заскочить чтобы квестов на мне выполнить но если я уже говорил это лучше делать компаньона блин ну круто смотрите мы с одного удара прям всех гасим блин ну круто смотрите мы с одного удара прям всех гасим как настоящий свирепый варвар действительно вот вот такой так там еще какие-то два газа на радаре появились я пойдем разберемся кто это а вот это кто это вернулся туда откуда пришел где там древний нордский лук все что ребята никак не уйдетесь так а тебя я пожалуй сейчас ничем доработаю дошлифую так сказать так древняя стрела кстати видите по моему уровень стал медленнее подниматься ой 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 ни хрена себе сколько вас но это мы еще посмотрим да блин че у меня стены блочат опять так ладно я покажу тебе как дерется настоящий борт че ему вообще хоть бы хны ну давай но он крепкий парень а а а я вообще пипец как быстро кончается запас сил о так это их не главарь но это наверно объясняет почему такой живущий злобный и это кто это тут что внезапно ты не такой крутой задолбали вы низкое здоровье быстрее накапливайся ёпы рст все отлично золото уже 55 ключ от пещеры замечательно но еще и железный 30 поскольку моя броня текущая то есть нынешняя стальная броня 33 она броня у него по моему послабее моей но вместе с тем у него есть шлем а у меня его пока не было так и сапоги тоже возьму так молот не очень много дает хотя с другой стороны его можно будет продать ух отлично так стоп надо бы здоровье восстановить надо будет кстати когда буду заканчивать запомнить какое сейф лот использовал под каким номером чтобы потом сразу с этого места начать и не было такой как сказать проволочки как сегодня так и где собственно это пещера грабителя который можно открыть ключом неплохо я так на них поднял опыт то я смотрю гудгейм отсоединила мы сейчас очень и очень жаль но вроде остальном интернет работает ладно давайте знаете как сделаем где там ривер вуд был перенесемся наверно туда так и подбери посохранились это какой получать слот будет 266 до и наверно все таки будем заканчивать на сегодня раз уж даже чат не работает в принципе не самый длинный конечно стрим но с другой стороны наверное сильно долгими они не должны быть я думаю что скорее всего в ближайшие дни стримов особо не будет потому что ну я возьму паузу немного подлечусь хотя скорее всего я надеюсь смогу порадовать вас новыми переводами но конечно потом стримы продолжатся и я надеюсь многое каких нибудь новых интересных игр показать и старые да пройти ну а пока что это был стрим на канале николай вар доктор ликвейдера для вас вещал николай вар доктор ликвейдер подписывайтесь на канал вступайте в группу приходите на следующие стримы всего доброго до новых встреч